СПОНСОР ПРОГРАММЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАДОСТЬ Пойдем? Мы как Киря с Маней, шутит Алексей про свои отношения с дочерью. Только в этой фразе шутки вовсе нет. Папа – это человек, без которого Оля не может жить. А дочь – это смысл жизни Алексея. Диагноз ДЦП прозвучал, когда Оле исполнилось 7 месяцев. Очень часто после такого папы покидают семью. У Рыбаковых получилось наоборот. Свалившееся бремя оказалось слишком тяжелым для мамы. Пришлось мне заниматься лечением. Впоследствии в итоге, не знаю, или жена не выдержала этого всего, хотя, наверное, беды должны сплощать. Сказали, чтобы мы покинули ее квартиру, проживали в квартире ее. Забрал Олю и ушли оттуда. Прямо так жестко? Да, так жестко. Если бы на месте Алексея была женщина, она, наверное, рассказала бы, как невыносимо тяжело принять такой крест, еще тяжелее его нести. Но он мужчина, и жаловаться, похоже, не привык, как и пребывать в унынии. Надо было лечить Олю, и только это имело значение. Надо это просто принять и жить с этим, и не думать там. Наоборот, даже вот то, что я сейчас работаю юристом, это, наверное, больше даже заслуга Оли. Нужно ли объяснять, сколько времени и внимания требует особенный ребенок? Врачи предупредили, что если здоровьем Оли не заниматься непрерывно, станет только хуже. Обследование, санатории, больницы, работать некогда. А некогда работать, не на что жить. Так что вся жизнь папы теперь перестроена по долю. Алексей получил юридическое образование и открыл свою практику. Недавно купил квартиру напротив офиса, чтобы чаще быть рядом. И все это время вместе с ними живет бабушка, мама Алексея. Каково Алексеев в жизни? Я даже не знаю. Ну, конечно, тяжеловато. За ребенка он, конечно, горой стоит. Вот воспитываем. Самара все больше становится городом с бесбарьерной средой. Сегодня многие учреждения адаптируют для людей с инвалидностью. Многие, но далеко не все. Еще недавно Рыбаковы жили на седьмом этаже. Когда ломался лифт, приходилось пропускать учебу. Даже такому сильному мужчине, как Алексей, не затащить Олю по лестнице на себе. И это лишь маленькая часть их жизни. Взять любое госучреждение, поликлинику ту же нашу, куда прикреплены, с рождения были. Там сдача анализов на третьем этаже. Лифт не работает, хотя два лифта предусмотрены. То есть я раньше мог ее поднимать, сейчас нет. Поэтому сдаю анализы в частной клинике. Оля не закрыта в четырех стенах, как многие дети-инвалиды. Она учится в школе, плавает в бассейне, посещает выставки. Девочка – активный участник команды по игре «Бочу». Она развивается и развивает свой кругозор, несмотря ни на какие бытовые сложности. Алексей сделал все, чтобы дочь жила полноценной жизнью. Он, как папа, этих сложностей не испугался. На нем все. Содержание ребенка и воспитание ребенка. Оля – открытый человек, добрый, активный. И, конечно же, это большой вклад папин. Это папа сделала ребенка таким. Это папа смог дать ребенку не замкнуться. А мечтать и идти к своей мечте. С общественной организацией детей-инвалидов «Парус надежды» Алексей познакомился на курсах социальной адвокатуры. С этого момента их с Олей жизни стало намного ярче. Больше не нужно было решать вопросы воспитания и лечения ребенка по наитию. Семья получила помощь специалистов. Но самое главное – у Оли появилось гораздо больше шансов для общения. «Парус надежды» в этом году стал лауреатом конкурса благотворительного фонда «Радость», который назывался «Радость в детях». Проект организации по поддержке родителей детей-инвалидов признан одним из лучших. Он важен, потому что не просто оказывают какую-то адресную помощь там и оказали помощь и ушли. Он дает новый какой-то толчок в жизни вот этих людей, которые остались наедине со своими детьми, детьми сложными, детьми с ограниченными возможностями. Он дает им возможность себя реализовать. Как? По какой волшебной цепочке находят друг друга люди и организации, столь необходимые друг другу? Может быть, это и не важно? А важно, что такая связь многим дает надежду и даже силы жить дальше. Дети у нас сложные, дети разные. Каждому нужно найти индивидуальный подход. Мы обращаемся к Светлане Ивановне. Билеты в цирк, участие в фестивалях, участие в различных каких-то массовых мероприятиях. Они нам в этом помогают, они приглашают наших детей. И получается, что наши дети не варятся вот именно внутри организации, они среди обычных сверстников. Наверное, благодаря помощи фонда «Радость». Самое главное то, что обратишься, тебя услышат и тебе помогут. Я никогда не жалел Олю, говорит Алексей. За этими словами очень глубокий смысл. Отец не пытался дать ей счастливое детство. Он строит для нее фундамент счастливой жизни. Он научил ее не реагировать на обиды, не считать себя ущербной. Инвалидную коляску берут в редких случаях, чтобы девочка как можно больше двигалась. Маленькая семья живет большой мечтой. Чтобы Оленька пошла ножками. Такая мечта у нас. Чтобы пошла, закончить школу и после уже куда-нибудь поступить. И одна мечта у нас, наверное, у всех. Одно желание. Вот. Я считаю себя счастливой. У меня есть папа. У меня есть бабушка. У меня есть достаточно много друзей. С которыми мы везде. И вот это то, что нужно для счастья. Да. Не гоняйся за счастьем. Оно всегда находится в тебе самом, сказал когда-то Пифагор. Но разве не счастье? Суметь принять с достоинством то, что приготовила тебе жизнь. Слушать не чужое мнение, а свое сердце. Решиться изменить свою жизнь и сохранить уважение к себе. Это мой ребенок. И поэтому как-то по-другому вообще не могло быть. Редактор субтитров А.Семкин